Доклад из Архангельска 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 Какое? Иммунотерапия. Химиотерапия. Иммуно. Мы согласны с большинством. Мы подкрепились консультациями центральных баз, особенно, конечно, нашего головного центра НИИ Петрова. И через консилиум мы назначили пациентке иммунотерапию пембролизумабом как единственного возможного метода противоопухолевой помощи. Потому что, конечно, на тромбоцитах 9 назначить цитостатики как-то рука у нас не поднялась. Таким образом, пациентка до сих пор получает пембролизумаб один раз в три недели. Мы выбрали эту дозировку. В настоящий момент проведено 20 курсов. Но пациентка это чрезвычайно комплоентно. Она преподаватель высшей школы, и она ездит как часы на введение. Нужно отдать ей должное. Начальный уровень при терапии тромбоцитов составлял 12 на 10 в девятый на литр. И нам пришлось провести подготовку дексаметазона в течение пяти суток с отменой за пять дней и переводом на преднизолон 10 мг в сутки, учитывая период полувыведения дексаметазона. Но пациентка чувствует себя хорошо, новых жалоб нет. Состояние ее стабильное. Геморрагический синдром у нее не прогрессирует. Из клинических каких-то значимых негативных явлений мы вообще ничего не обнаружили. В настоящий момент у нее клинический незначимый вторичный субклинический гипотиреоз первой степени, который не требует лечения. Лечение переносит она прекрасно. Потом у нас появилась возможность провести оценку на PD-L1. СПС у нее оказалось пять. Видимо, поэтому она неплохо отвечает на иммунотерапию со стороны опухоли. И, пожалуйста, второе голосование. Как долго нам лечить пембролизумабом? До прогрессии или непрессимой токсичности? Не более двух лет, не более трех лет или не более пяти лет? Пациенты всегда задают этот вопрос. Как долго? Голосование запущено. А есть вводные данные в случае, как мы будем, это будет наше решение зависеть, достигнуть частичный ответ, полный ответ или стабилизация? Да, то есть мы, или просто мы в целом вот сейчас, в целом подход, да? Теперь подсказывайте всему залу. Нам просто трудно, наверное, частично ответ ждать. Дальний пациент. Все запомнили, да, два года? Ну, этот вопрос неоднократно задается, как долго лечить пембролизумабом. Пока два года, но все может поменяться в дальнейшем, да, если у нас будут новые данные. Пока лечим. И здесь представлена таблица оценки очагов, паэрицист. Оценки, в принципе, неплохой ответ. В настоящий момент мы выставляем неподтвержденную прогрессию опухоли. Но хочу опять же подчеркнуть, что пациентка находится в стабильном состоянии, геморрагический синдром у нее остановлен, чувствует она себя хорошо. Здесь представлены слайды компьютерной томографии в динамике, где можно видеть, что опухоль стабильна. Последнее обследование в октябре 2021 года. И что интересно, это динамика количества тромбоцитов в период проведения иммунотерапии. Пока мы не понимаем, почему так происходит, собираем научные данные. Если у кого есть какие-то мысли на этот счет, мы будем очень рады услышать. Мы пытаемся написать статью, но, понятно, опубликовать ее не можем, потому что мы сами пока не понимаем связь между введением пембролизумаба и уровнем тромбоцитов. То есть к седьмому курсу резкий всплеск, сейчас у нее тромбоциты держатся на уровне от 130 до 170 на 10,9 на литр. Как это связано, пока нам непонятно. Возможно, это какой-то общий дефект иммунитета, который привел одновременно к развитию аутоиммунной тромбоцитопении и впоследствии к развитию злокачественного новообразования. И следующее голосование. В такой ситуации, в случае неподтвержденной прогрессии, как нам дальше лечить пациентку? Что бы вы делали? Перевод на вторую линию на разные препараты, либо продолжение пембролизумаба с контролем через 4 недели, либо лучевая терапия, либо остается только симптоматика. Коллеги, пожалуйста, голосование открыто. Выбирайте один из шести ответов. У нас есть еще 10 секунд для голосования. Пожалуйста. Итак, результаты у вас. Все-таки все остались в применении продолжить иммунотерапию с контролем через 1 месяц. А у меня вопрос к вам, Мария Николаевна. Там ковидом больная не болела в промежутке, пока вы ее лечили? Нет. Видимо, многие участвуют в клинических исследованиях, а там нас четко научили, что при неподтвержденной прогрессии при иммунотерапии мы стараемся дать еще шанс иммунотерапии поработать в течение месяца, чтобы подтвердить или опровергнуть прогрессию. Ну, таким образом, в современной инструкции препарату Пембрализумак торговое название Китруда он зарегистрирован в качестве монотерапии или в комбинации с химиотерапией, включающей препарат Платиной и фторурацил. В качестве первой линии у пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи. У нас все это есть в рекомендациях, слава богу, мы можем это юридически все спокойно использовать на территории Российской Федерации, то есть не опираться теперь только на зарубежные рекомендации, как это было раньше, это, конечно, воодушевляет. Эти пациенты должны иметь шанс. И вот по кейноту 0,48 уже нам Светлана Игоревна рассказала про это исследование, которое подтвердило выводы эффективности иммунотерапии в первой линии плоскоклеточного рака головы и шеи на более чем 800 пациентах. Здесь вы видите дизайн и факторы стратификации. Группы были сбалансированы. И пембролизумаб показал плюс в общей выживаемости по сравнению с экстрим. Как при подгрупповом анализе, как при малоэкспрессирующих пациентах, так и при высокоэкспрессирующей группе пациентов. А также пембролизумаб с химиотерапией был более эффективен, чем экстрим. Также при подгрупповом анализе у обоих групп пациентов. Здесь представлены данные общие. Видно, что все, что содержит пембролизумаб, те группы, кто получали пембролизумаб, они имели выигрыш. И нежелательные явления были достаточно ожидаемы. Пембролизумаб не добавил ничего нового, другой токсичности. Спасибо за внимание. Продолжение следует...